Приветствую вас, уважаемые садоводы и огородники! Февраль – время активной посадки на рассаду различных цветочных и овощных культур. Помимо выращивания основных овощей – томатов, огурцов, перцев, баклажанов, капусты – мы также с удовольствием занимаемся и посевом цветочных культур. Если нужна хорошая рассада цветов, в феврале начинают высевать следующие культуры. 1-летние – петуния, лабелия, вербена, бегония, гвоздика-шабо, 2-летние – анютины глазки, виола, люпин, маргаритки, перемулы, хризантемы, гельфиниум. Какие семена цветов сеют в феврале? Семена петунии Петуния отличается длительным периодом цветения красивыми и пышными цветами, способными украсить любой газон и клумбу. Чтобы петуния зацвела, необходимо не менее 3 месяцев. Если хотите получить первые бутоны уже к концу мая, позаботьтесь, чтобы в феврале цветы на рассаду были уже посажены. Бегония Прорастание семян бегонии занимает месяц. Высадка растений в открытый грунт производится к началу июня. Чтобы молодое растение успело окрепнуть к этому времени, сеять нужно уже в начале или середине февраля. Хризантемы Цветы не отличаются прихотливостью. Для получения ранних бутонов семена цветов сеют во второй половине февраля. Лаванда Если решили заняться выращиванием лаванды и семян, начинайте их подготовку и сеять в самом конце зимы. Цинии Цветы отличаются длительным сроком прорастания семян. Чтобы получить раннее цветение, позаботьтесь о посевах в конце февраля. Вербена Это красивые и ароматные растения. Семена у вербены довольно крупные. При посадке их нужно чуть-чуть заглубить в почву. В феврале сажают также и многолетники с коротким периодом развития. Например, анютины глазки. Если посадить семена этого растения в феврале, то уже в конце июля появятся первые бутончики. Люпин При ранней посадке растения зацветут к концу августа. Перед посадкой стоит замочить семена на сутки. Люпины плохо переносят пересадку, поэтому сажать их нужно в отдельные стаканчики или горшочки. Маргаритки При большом желании можно увидеть ее цветение уже осенью, если посадить маргаритку семенами в начале февраля. Бегония Имеет воздушные цветки с нежными пастельными оттенками. Вырастает высотой до 20 см. Применяя для украшения клумб. Львиный зев Имеет многообразие оттенков и размеров. Использует в посадках вдоль заборов. Лабелия Имеет нежные мелкие цветочки небесных оттенков. Синий, голубой, белый, лиловый. Их можно посадить как в клумбу, так и в подвесные кашпо, или украсить балкон. Прекрасный однолетник отличается продолжительным цветением в течение всего лета. Гвоздика шабо Имеет эффектную внешность. И аромат. Зацветает только через полгода после посева. Поэтому сеять гвоздику необходимо уже в начале февраля. Еще из многолетников. Это примула. Цветок используют для посадок на первом плане цветника. У водоемов на альпийских горках. Абриета. Яркие разноцветные коврики. Украсят ваши дорожки и альпийские горки. В феврале еще очень короткий световой день. Но сеять цветы на рассаду уже можно. Для гармоничного развития растений используйте подсветку. Для этого существуют специальные фитолампы, которые имеют правильную длину волны. Как правильно выбрать фитолампу или можно использовать обычные лампы накаливания для подсветки рассады, вы узнаете в следующем видео. Помните, что посадками нельзя заниматься в новолуние и полнолуние. Чтобы узнать точные даты для посадки цветов и овощей по лунному календарю, подпишитесь на канал. Скоро выйдет материал на данную тему. Друзья, если понравилось, то не забывайте поставить лайк и подписаться на канал Садэксперт, чтобы не пропустить новые выпуски. Надеюсь, эти советы пойдут вам на пользу. Желаю всем обильного урожая! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!